МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Праздник осенних букетов, белых бантов и знаний. У школьников и студентов Республики начался новый учебный год. Интересы людей в приоритете. Столичные власти избавят жителей одного из чебоксарских дворов от рыночного трафика. Из 60-х в 21-й век чебоксарские хрущевки меняют облик, а чебоксарцы участвуют в капремонте. Сегодня во всех школах прозвенел первый звонок. Для 127 тысяч ребят, более 14 тысяч, из которых первоклашки, в республике начался учебный год. Впереди у детей уроки, домашние задания, контрольные экзамены. Узнать, с каким настроением они пришли в школу, отправилась наша съемочная группа. После долгих каникул войти в учебный режим будет непросто. Ребята еще не до конца проснулись, но на лицах улыбки. Да и как иначе, если сегодня к ним столько внимания? Подарки, вспышки фотоаппаратов, белые банты и букеты цветов – непременные атрибуты этого праздника. Первоклашки растеряны. Конечно, они уже многое слышали о школе от своих родителей, братьев и сестер, но сегодня все по-настоящему. А вокруг такие же ребята, которые совсем скоро станут лучшими друзьями. Ну и радостно, и немножко волнуюсь. Почему волнуюсь? Потому что в школу в первый раз новое место, новый путь. Ощущения у меня веселые, что хочется по улицам бегать. Мне понравилось, как со мной обращается Маргарита Николаевна. Я желаю всем ученикам здоровья, получать пятерки, и чтобы их не ругали. Ну и хулиганить иногда и слушаться. Совсем скоро в их жизни наступит новый этап. Для них это не просто день знаний, для них это день перемен. Старшие ребята уже знают, каково это – быть школьником. Они дают свои советы младшим товарищам и вспоминают, как сами впервые пошли в первый класс. Хотелось бы пожелать, чтобы они не теряли надежды, трудились, потому что труд, он сам по себе очень важен. Успехов, чтобы всегда поддерживали друг друга, потому что поддержка в классе – это очень важно. Много учителей, конечно, новых пришло, много первоклассников. За них мы рады, все такие хорошенькие, маленькие. Вспоминаем себя все. В детстве как бы веселые приходили в жажде знаний. Я была очень рада, я немножко боялась, но со мной рядом была моя лучшая подруга и моя мама. Они меня поддерживали. Папа с мамой почему-то сильно волновались, говорят, не спали ночь, за меня боялись. И впрямо родители взволнованы едва ли не больше самих первоклассников. Сегодня их дети стали чуть взрослее и стоят уже отдельно от них, вместе со своими будущими друзьями. Ощущения непередаваемые, чувство тревоги, волнения, все как будто бы в первый раз, хотя вспоминаешь себя в детстве. И очень хочется, чтобы для ребенка это был самый запоминающийся день из всех 11 лет обучения здесь. Сегодня такой важный день, трепетный, у самой в душе сердечко стучит. Тимофей тоже вчера целый день бегал, играл, говорил, мы пойдем завтра в школу. Наверное, просто что-то интересное для них, что-то новое, устали за лето сидеть дома. И самостоятельность, наверное, какая-то, чувство самостоятельности, ответственность, наверное, себя взрослыми все-таки ощущают уже. Школьный звонок. Приглашаем всех на первый урок. Урок безопасности. Алексей Табинов, Игорь Зверев, Республика. Около 70 тысяч ребят пришли сегодня на учебу в техникум и вузы. Студентов ведущих высших учебных заведений Республики поздравил временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев. В ЧГУ имени Ульянова в этом году на очную форму поступили 2000 человек. Из них 1500 за счет бюджета. Всего же в 2015 году получать образование в этом вузе будут 15,5 тысяч студентов. В вузе 17 факультетов и 3 филиала. Я выбрал эту профессию, потому что мне очень хотелось помогать людям. После 9 класса, когда начались вступительные экзамены, я поставил для себя цель начать помогать людям. И я решил, что нужно идти на медицинский факультет. Ну, наконец, моя мечта осуществилась. Я очень рад. Самый радостный человек сегодня на земле. ЧГУ, спасибо. И неудивительно, университет – одно из ведущих учебных заведений не только Чувашии, но и России. Четыре года подряд он признается эффективным. В мониторинге государственных вузов России по качеству приема в 2014 году ЧГУ среди 78 классических университетов страны занял 23 место. Университет входит в число 100 вузов, прошедших общественную аккредитацию Ассоциации юристов России. Вы прошли путь подготовки к поступлению в вуз достойно. Он был сложным. Это Ваша личная заслуга. Однако сегодня хочу сказать слова благодарности Вашим родителям, мамам, папам, бабушкам и дедушкам, которые делали и делают для Вас все возможное и невозможное. С праздником, друзья! Съем с Дарьей! Правильно поступили и те, кто решил учиться в педагогическом университете. Профессия педагога вновь становится востребованной, а труд учителя достойно оплачивается. Госпедуниверситет старейшего вуз Чувашии. Он ведет свою историю с 1930 года. С момента открытия вуз подготовил более 52 тысяч специалистов. Альбоматор гордится и своей учебной базой, и своими выпускниками. Для Вас открыты огромные возможности для того, чтобы найти достойное свое рабочее место. Вы педагоги, вы будущие учителя, вы управленцы, воспитатели. Вот сколько я знаю знаменитых людей, многие из них первоначальное образование получили специальность учителя. Задача, конечно, ваша прямая, это воспитывать наших детей. Учить их, чтобы они были добрыми, любящими свою страну под названием Россия, малую родину под названием Чувашия. И вообще у вас должен быть такой бренд. Я люблю свой университет, я люблю Чувашию, я люблю свою Россию. Вы готовы к этому? В Чебоксарском кооперативном институте впервые по рок-возу переступили более 700 юношей и девушек. Выбрала этот институт, потому что он мне больше приглянулся. Он очень престижный, красивый. Я учусь на экономическом факультете, потому что я люблю математику. Хочу хорошо выучиться, надеясь на красный диплом и выбрать достойную работу. Работу будет найти несложно. Институт сотрудничает со многими предприятиями на предмет прохождения практики и повышения квалификации. Михаил Игнатьев вручил награды преподавателям и студентам, а также ответил на вопросы студентов. Молодых людей интересовали трудоустройство, реализация социальных программ, перспективы экономического развития республики и другие темы. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Расиль Мухаммедов, Республика. Первый звонок сегодня прозвенел и для первокурсников обновленного Чебоксарского педагогического колледжа. С этого года он входит в состав Чебоксарского механико-технологического техникума в качестве отделения дошкольного образования. Поздравить студентов приехал председатель кабинета министров Иван Моторин. ЧМТТ входит в 100 лучших образовательных СУЗов России, а также второй год подряд является лауреатом марки 100 лучших товаров России. Множество наград завоевано на российских и международных соревнованиях. От души поздравить с началом учебного года, с днем знаний, пожелать хорошего учебного года, новых впечатлений, встречи с друзьями, кто не первый год уже обучается, а первокурсникам войти в учебный процесс, обозначить свои приоритеты, ориентиры. Я надеюсь, что учеба в колледже техникуме поможет вам определиться своим жизненным выбором, знания понадобятся в дальнейшей жизни и работы. Всем вам успехов, всех вас с праздником. Спасибо. Здесь готовят кадры для дошкольных образовательных учреждений. Более 600 студентов учатся на очной и заочной формах. 25% из них полностью возмещаются затраты на обучение. В 2015 году на обучение по специальности дошкольное образование принято 225 человек, из них 175 на бюджетной основе. С 2012 года только в городе Чебоксары построено 16 дошкольных образовательных учреждений. Они современные, они оборудованные, и они ждут вас, вас, профессионалов. Мы нуждаемся в вас. Сейчас в республике строятся детские сады. Проблема обеспечения местами в дошкольных учреждениях постепенно перестает быть острой. Так что у этих студентов вопросов с трудоустройством не будет. Многие идут учиться сюда по призванию. Потому что бабушка сначала тоже как бы в детдоме работала, потом мама в детском саду работает, и сестра в Москве. И меня тоже так отправили. Мне, конечно, с детьми нравится у нас все семейное. К новому учебному году в техникуме готовились все лето. Благодаря объединению учреждение получило дополнительное финансирование из республиканского бюджета. На эти деньги здесь отремонтировали фасад здания, обновили мебель в учебных классах, поставили новые компьютеры, полностью отреставрировали общежития. На этом руководство техникума не собирается останавливаться. Планирует своими силами обновить спортивный зал, поменять полы, окна и оборудование. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. В Чебоксарах новый учебный год наступил в 64 общеобразовательных школах. Глава города Леонид Черкесов побывал на торжественных линейках в честь 1 сентября. Почти 6 тысяч – это ученики первых классов. Леонид Черкесов поздравил школьников, родителей и педагогов с началом нового учебного года, пожелал хорошей учебы и сообщил, что уже в следующем году школ в Чебоксарах станет больше. Сегодня День знаний отмечают по всей республике. Подробнее в нашем дайджесте. В Алатаре поздравить школьников пришли представители власти, предприятий и, конечно же, родители. Но особым вниманием сегодня наградили главных героев праздника – травоклашек. Словите каждое слово учителя, впитывайте его, запоминайте то, чему вас учат. Помните, что и родители, и учителя ждут от вас успехов и радуются любой вашей победе. Всех с Днем знаний, с праздником! В Алатаре в новом учебном году за парты село почти 400 первоклассников. Хочу пожелать учителям, это больше инноваций, это больше вкладывать в свои опыты, знания и в обучение детишек. Нам нужны, России, Чувашии и городу, нужны грамотные и образованные ребята. Всех вас с Днем знаний, с первого сентября! В Канаше ряды школьников пополнили более 700 первоклассников. Праздник не только детей, а всего российского общества. Всего в Чувашской республике школьный порог впервые перешагнули более 14 тысяч детей. Еще вчера они были малышами, а уже сегодня носят гордое звание школьник. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии встретился с председателями Советов многоквартирных домов города Новочебоксарск. В Дом правительства активистов Михаил Игнатьев пригласил лично, чтобы услышать от них, каким они видят развитие города-спутника. Подробности в следующем материале. Жители Новочебоксарских домов пришли в Дом правительства с большим списком вопросов. Мнению активистов города в республиканском правительстве прислушиваются. За последние годы в ходе совместной работы удалось решить немало проблем. 100 дворов мы сделали, начиная с 2019 года, еще 100 дворов в плане. Потом все остальные дворы, которые там остаются, мы закроем в течение 3-3,5 лет. Ремонт в этом году провели и в одном из дворов по улице Винокурово. Это дополнительные средства, которые выделены городу. У нас будет отремонтированная дорога. Хотя бы попала в соседний дом. Вот хотелось бы это продолжалось и дальше. Все в плановом режиме, по тем средствам, которые мы собираем, дорожный фонд, 3 миллиарда рублей, я к среднюю скажу. Вот эти 3 миллиарда мы распределяем по всем муниципалитетам. Соберем больше в следующем году. Все эти средства пойдут в муниципалитеты. И уже депутаты городского собрания расставляют приоритеты. В каком дворе по своей программе нужно сделать в этом году. В каком дворе в следующем году. Вообще, отмечают старосты, в последние годы развитию Новочебоксарска начали уделять большое внимание. Благоустраиваются дворы, проводится ремонт в многоквартирных домах, сокращаются очереди в детских садах. Говорили на встрече и о печально известной управляющей компании «Навэк». Многие жильцы до сих пор пытаются вернуть средства, которые они платили за так и незавершенный ремонт. Пять лет платили за крышу, которую украли. «Навэк» она имеет в виду. Пострадали они очень сильно. «Никто нам не подсказал, что вы текущий ремонт. Ведь капитальный ремонт текущим ремонтом перекрывается. Никто не подсказал. Пять лет мы платили». «Поэтому сейчас Динаида Ивановна, она каждый через день ходит в управляющую компанию. Через день. Все проверяет». «Ну, пожалуйста, дорогу нам обещает администрация. В первую очередь, 15-й год». «Долго боролись, потратили время, нервы, но навели порядок. Люди по-другому начали относиться. И решение суда есть, и посадили. Материальный ущерб, который причем, конечно, до конца не взыскали. Не было бы своего ремонта сигнала, увидели бы много денег». «Обсудили на встрече. И какие меры принимаются сейчас для улучшения качества медицинских услуг в Новочебоксарске». «На работу выходят 9 новых врачей во взрослую сеть. То есть 3 из них идут непосредственно на первичное звено. И мы предполагаем, что дефицит кадров и доступность первичных врачей будет, в общем-то, улучшена». «Предложение жителей – это сигнал для руководителей муниципалитетов», считает Михаил Игнатьев. «Чем активнее горожане, тем быстрее можно решить насущные проблемы». Татьяна Белова, Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. В Чувашии в ближайшие годы начнется производство глифосата и его аналогов. Такое соглашение подписали участники «Круглого стола» в формате «Волга-Янцзы», состоявшегося в городе Чинду, Гедайской народной республики. Напомним, это результат недавнего визита делегации Приволжского федерального округа в Китай. В числе участников были премьер-министр республики Иван Моторин и министр экономического развития Владимир Аврелькин. Строительство уникального завода по производству гербицида развернется на базе «Паохимпром», которая располагает всей необходимой развитой инфраструктурой. На предприятии будут использованы новейшие китайские технологии. Проект уже включен в список 32-х приоритетных, планируемых к реализации в рамках сотрудничества двух стран. Это новый проект, это больше 120 миллиардов рублей. Это серьезное средство не только для города Новочебасарс, но и в целом для Чувашской республики. Поэтому, если удастся, и в действительности партнеры компаний вместе с «Химпромом», вместе с «Ренового синтеза» будут заинтересованы и будут внутренне убеждены, что проект должен быть реализован здесь, я считаю, для нас это большая удача. Во-первых, это рабочие места, это больше 300 рабочих мест. Это молодые специалисты, которые заканчивают наш химический факультет, могут трудоустроиться на этом предприятии. Которые заканчивают экологический факультет, могут устроиться на предприятии. Это компания, это будущие действительности завода. В Минэкономразвитии республики отмечают, что безопасности нового производства будет уделено повышенное внимание. Глифосат относится к веществам третьего класса опасности, то есть малоопасным. В сравнении, такая пищевая добавка, как нитрит натрия, который используется при производстве определенного вида колбас, более вреден для здоровья. Потребление глифосата позволяет собирать урожай в три раза больше и снижать уровень ручного труда, ну, просто прополки. И позволяет индустриализировать сельское хозяйство очень хорошо. Здесь в течение 30 лет проводились различные испытания. Ученые проводили испытания и в промышленном масштабе, и на каких-то конкретных объектах. Официально зафиксированного негативного воздействия нет. Глифосат разлагается в почве на безопасные вещества. И что самое главное, глифосат действует на цепочку развития растений, а не затрагивая цепочку развития метаболизма животных. Поэтому для людей он не токсичен, мало токсичен. На Химпроме уже производились когда-то гербициды похожего типа. Так что опыт у завода есть. Непонятно, почему проект вызвал такую волну критики, говорит Владимир Аврелькин. Почему весь этот нездоровый ажиотаж возник вокруг этого проекта? В свое время, еще где-то месяца два назад, наше министерство вместе с заводом пригласило ознакомиться с безопасностью, с безопасным производством, технологиями, которые существуют сегодня на Химпроме. Наших депутатов, это как и члены Единой России, Коммунистической партии, Справедливой России. И все побывали. Для меня приятно было, когда депутаты вышли и сказали единственную фразу. Мы теперь спокойно за нашим Химпром, за то население, которое там трудится. Это, наверное, самое главное, то, что они высказали по результатам осмотра всех опасных объектов. Предварительный объем инвестиций оценивается в 2 миллиарда долларов. Строительство нового производства глифосатов начнется ориентировочно в 2016-17 годах. Это предприятие станет первым в своем роде на территории не только России, но и всего СНГ. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. В Республике продолжают ремонтировать многоквартирные дома. Большой объем работ в этом году необходимо завершить в центральной части Чебоксар. Многие здания здесь были возведены в 60-е годы. Что в первую очередь меняют подрядчики и насколько активно в этой программе участвуют собственники жилья? Узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Жильцам этого дома приходилось мириться с частыми потопами в подвале. Трубы эксплуатировались более 50 лет. Ржавые стояки заменили этим летом. С года постройки здесь не проводился капитальный ремонт, так что все было очень в печальном ветхом виде. Обновили, поменяли, да, как бы жильца довольны, все в порядке. По этому дому работы обошлись в районе где-то 2,5 миллиона. Капитальный ремонт нынешним летом был проведен и в этом доме. Здесь заменили не только ветхие трубы, но и старую проводку. В планах на следующие годы реконструкция фундамента и кровли. Работы, в принципе, провелись своевременно, то есть оперативно. Ну, жалоб, по крайней мере, я не слышал ни от кого из жильцов. Электроснабжение действительно давным-давно уже, наверное, стоило поменять, учитывая, скажем так, потребности, растущие каждый день. Мы обслуживаем 71 дом в центральной части города. Касаемо капитального ремонта. Наш жилой фонд состоит в основном из домов, в котором уже более полувека. И за эти полвека практически никакие работы в этих домах не проводились. А, да, ну вот, пять лет прошедших, наверное, этому вопросу пристальное внимание было уделено. Проведены работы, в частности, в этом году только в девяти домах по моей управляющей компании. Мафу устанавливаем, парковка, посмотрите, какие красивые. То есть будем стараться работать. До конца этого года в республике будет отремонтировано более 280 многоэтажек. Работы проводят поэтапно. Где-то необходимо реконструировать фасад, а где-то требуют замены и системы газоснабжения. Средства на капитальный ремонт поступают не только из бюджета и фонда ЖКХ. В общий котел деньги перечисляют и сами жильцы. Выполняя сегодня капитальный ремонт одного конструктивного элемента, работа на этом не заканчивается. Возвращаемся в дом в последующие годы опять же, выполняем капитальный ремонт других конструктивных элементов. Наверное, впервые такое большое ударение было сделано на капитальный ремонт системы электроснабжения. Потому что действительно во многих домах системы электроснабжения обветшала, они выполнены были изначально по старым требованиям и не соответствуют, конечно, существующим требованиям норм и правил. На капитальный ремонт планируют направить более 240 миллионов рублей. Необходимые средства сейчас продолжают собирать жильцов домов, попавших в эту программу. В рейтинге платежеспособности лидируют и чебоксарцы. Медрик Валев и Сергей Рябчиков. Республика. А вот жителям дома по улице Гагарина в Чебоксарах пока не до ремонта. Уже не один десяток лет мимо их дома ходят посетители центрального рынка. Жильцы не раз обращались в администрацию города для решения проблемы. Скоро их двор станет закрытой территорией. Уже который год через двор дома номер 3 по улице Гагарина проходят сотни, а если не тысячи людей в день. Частные палатки, гостиный двор, магазин одежды, а главный кратчайший путь от проспекта Ленина до колхозного рынка спокойно и жизнь в этих домах назвать трудно. В начале лета после серии обращений граждан в различные станции было принято решение сделать пешеходную дорожку до рынка в обход двора. Получилось так, что когда начались работы, дорога прошла, дорога стала планироваться не так, как было заранее запланировано. Поэтому звонком было все приостановлено. Еще раз приглашены представители Ленинской администрации, депутаты, подрядчик, который сменился неоднократно за этот период. И, в общем-то, на сегодня принято решение все-таки учесть мнение жителей этого дома и сделать так, как будет удобно. Жители дома хотят сохранить зеленую зону, деревья, которые сажали старожила, оставить место для детской спортивных площадок, чтобы было где гулять детворе и отдыхать пенсионерам. Мы прислушиваемся к мнению всех жителей дома. Если жители хотят, собственники, сделаем, как пожелают собственники. Здесь вопросов нет, поэтому здесь вопрос будет решен таким образом, как будет согласовано с жителями данного дома. Несмотря на то, что двор находится в центре города, это территория для отдыха и комфортного проживания. Поэтому интересы людей в приоритете. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика. Через три месяца в столичном парке «Пятисотлетие Чебоксар» среди зарослей кустарников, деревьев и оврагов появится двухполосная асфальтированная проезжая часть, пешеходные и велосипедные дорожки. В этнокомплексе «Амазония» начались масштабные дорожные работы. По плану они должны завершиться через год. Для строительства дороги планируется вырубить более 400 деревьев и более 3000 кустарников. По словам специалистов, рельеф в парке сложный. Когда-то здесь были карьеры для завода стройматериалов. Сложный участок. Здесь в данный момент готовят отверстия под сваи от 5 до 8 метров, чтобы прибить грунты. В принципе, работы уже ведутся в течение 10 дней. Мы уже вырубили лесопосадку, чтобы устроить дорожную одежду. К концу недели, этой недели у нас уже дорожная одежда, начнется уже принимать песок. Основание будет готово. Я думаю, что чуть пораньше срока сможем сдать дороги в эксплуатацию, если погода не помешает. Сейчас строители готовят основание для четырех автомобильных дорог. Они будут везти к аквапарку, развлекательному центру и набережной. Будет идти большое количество пешеходных и велосипедных дорожек. Ширина всех дорог 5,5 метра. Тротуар возле каждой дороги 2,75 метра. Тип дороги капитальной. Но эти дороги подъездные просто для обслуживания тех предприятий досуга и отдыха, которые будут здесь построены в дальнейшем. По проекту предусмотрена реконструкция газопровода, водопровода, канализации и тепловых сетей. Уже сегодня техника и рабочие работают на объекте в две смены. Татьяна Молкова, Алена Алтухова, Игорь Зверев, Республика. Несмотря на то, что традиции 1 сентября не меняются годами, новые нотки в симфонии праздника все-таки появляются. Но они всегда гармоничные. В День знаний в некоторых микрорайонах столицы Республики случился транспортный коллапс. Посмотреть на свое чадо во время линейки позабыли про правила дорожного движения. Автомобили, на которых приехали семьи, заполонили правые полосы движения, перекрестки, газоны, въезды и выезды, а также парковки возле зданий. Стихийно брошенный транспорт создает аварийную ситуацию. ГИБДД призывает автолюбителей проявлять уважение к другим участникам дорожного движения и по возможности в дни массовых мероприятий пользоваться общественным транспортом. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова